здравствуйте товарищи поступило очень много вопросов поэтому сегодня мы продолжаем цикл ответов на вопросы часть 2 ответ на вопросы по диалектике некоторые товарищи очень легко и вполне основательно усвоили что диалектик это не просто отвержение или отбрасывание формальной логики а это ее снятие а снятие согласно этому определению категории снятие это отрицание с удержанием то есть диалектика не некая противоположность формальной логике а диалектика включает вся формальную логику просто движение идет от противоречивого и противоречивый не выбрасывается из рассмотрения если вы идете формально-логически от противоположных сторон противоречия, значит, вы обязательно придёте к противоречию, и на этом основании надо не прекращать размышления, обдумывания, надо видеть, что за противоречие получилось, и как произошло развитие этого противоречия. Дальше мы снова двигаемся формально-логически с одной стороны, потом с другой стороны, тезис, антитезис, синтезис. Итак, мы получаем шаг за шагом, вот таким троичным ходом, получаем новые и важные результаты. Но некоторые товарищи, несмотря на то, что большинство вполне восприняло такой способ мышления и начинает его явно хорошо воспринимать, некоторые товарищи говорят, что это сразу не берётся так сходу, надо обдумать, а ещё лучше жене рассказать. А когда ей расскажут, что уже понятно становится. По крайней мере, мне говорят, жене ещё не знаю, а я уже начинаю понимать. То есть, есть такие приёмы, которые позволяют усваивать диалектику, но если диалектик – это более сложная наука, чем формальная логика, естественно, она вызывает трудности. К сожалению, почему-то некоторые товарищи думают, что в области умственного труда и в области умственной деятельности вот всё должно очень легко быть. Я вот не очень представляю, как вот может быть легко в математике. там можно… Вы можете месяц читать какую-то статью и через месяц разберёте её. Очень сложно бывает в области теоретической физики, в которой такие вещи, которые, как говорится, нам смертным недоступны. Поэтому лучше туда не открывай и не подходи. Поэтому, конечно, это очень сложно. Тоже относится к химии. Наверное, в сегодняшней генетике, в сегодняшней медицине есть такие вопросы, которые сходу так просто не берутся. Но из этого не следует, что, скажем, всю медицину надо свести к тому, чтобы перечислять, какие у человека есть кости и какие у него мышцы. Ясное дело, что живой организм – это такая сложная система, которую нужно изучать. Тем не менее, некоторые товарищи это как-то с возмущением даже принимают или, лучше сказать, не принимают или принимают с возмущением диалектическую логику. Вот, например, тот же Чингис, судя по его вопросам, у него их много, чувствуется, что он этому время уделил. И, я думаю, не бесполезно для себя. Потому что, как говорит Гегель, восприятие чего-либо начинается с отрицания. Поэтому ничего удивительного нет в том, что человек сначала отрицает то, что, так сказать, ему излагают. Потому что он не сразу воспринимает. Но потом через это отрицание человек воспринимает и потом уже переходит к утверждению. Вот, например, он пишет «Приведи хотя бы один пример работы диалектической логики. Когда формальная логика не работает, а ваша мертворожденная химера дает какой-то полезный результат». Ну, я уже много примеров приводил в первой части. Скажем, вот Маркс. Он ни дня не жил при коммунизме. Правда? И ни в переходный период, ни в первой фазе, ни в высшей фазе. И Энгельс вдруг его тоже не жил. Но Маркс сделал вывод о том, что за капитализмом идет коммунизм из анализа. Исследование чего? Из исследования современного ему общества. Вот он писал, что я ставлю своей целью раскрыть закон современного общества. Закон движения современного общества. И как он это сумел сделать с помощью диалектической логики? Почему с помощью диалектической? Потому что так построено вообще все это произведение. Если люди видели, по крайней мере, держали в руках три тома капитала, должны были увидеть, что это тезис, антитезис, синтезис. Производство капитала, обращение капитала и дальше процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть, все понятие, так сказать, как единство бытия и сущности. Если вы возьмете само движение, которое есть в капитале, движение понятия, оно идет от простейшей категории, от товара. Если вы возьмете товар, начнете его исследовать, вы до его доисследуете вместе с его развитием. до денег, деньги тоже товар, только всеобщий эквивалент. А деньги потом развиваются до капитала. И все это идет по законам диалектической логики. То есть, весь капитализм, да вообще вся история человечества есть пример развития и пример диалектического развития. Ну, скажем, если вы возьмете трехчленное деление всей истории, был сначала первобытный общинный коммунизм, ну, скажем, 90 тысяч лет. При коммунизме люди прожили первобытным. Потом его отрицание, которое составило частно-собственническую эпоху, это рабовладение, феодализм, капитализм, и отрицание этого отрицания, возвращение к коммунизму, но обогащенному всеми приобретениями предшествующей истории, в том числе и в лоне частно-собственнических формаций. Поэтому, когда спрашивают потом, а что будет за коммунизмом? Как что за коммунизмом? Вот коммунизм уже есть отрицание-отрицание, он теперь бесконечное некое, не первый, а непосредственный коммунизм. А такой коммунизм, который есть уже отрицание-отрицание, он теперь всегда будет отрицать частные собственности, и поэтому второй коммунизм, он навсегда. Навсегда в смысле, не в смысле временном, потому что мы вот видели, как может коммунизм перейти в капитализм, а в том, что он может перейти в прошлую формацию, но уже за коммунизмом, который вышедший из капитализма, никакой следующей формации нет, пришло в соответствии то, что называется производственными отношениями, с тем, что называется производительными силами, общественный характер производства сложился при капитализме, и, следовательно, уже при капитализме можно говорить о том, что в нём есть коммунизм, но как его отрицание. Вот это Маркс сформулировал буквально по Гегельскому теису о том, что то, что есть в себе, то оно потом развернётся и станет наличным бытием. Вот тот коммунизм, который был в капитализме, то есть общественный характер производства, и потребовал социалистической революции, и уже значительная часть мира не находится в лоне капиталистической формации, а находится на разных стадиях развития коммунистической формации. Или это переходный период, или это наличное бытие, низшая фаза, до высшей фазы ещё никто не дошёл. Это раз. Можно сказать и другое. Вот тот же самый Чингис спрашивает, а можете какой-нибудь вот такой пример привести, когда формальная логика не работает, а ваша мертворождённая химера даёт какой-то полезный результат? Я бы не сказал, что это очень уважительно по отношению к диалектической логике, но, строго говоря, диалектической логике наплевать на то, как её будут называть химерой, мертворождённой. От этого она хуже не станет. От этого хуже станет тем, кто с такими, так сказать, выражениями пытается накидываться на величайшее достижение человеческой мысли, которой является диалектика. Так вот, вы ездили, на автомобиле или на велосипеде. В чём состоит движение? Движение состоит в том, что вот в этой точке находиться и не находиться одновременно. Если вы будете утверждать формально-логически, что вы здесь находитесь, ну, вы должны здесь стоять. Если вы будете утверждать, что вы в этой точке не находиться, как вот так получилось, что вы её перелетели? И даже если вы перепрыгиваете, прилетать, всё равно вы в ней находитесь. Как может быть, что вы в ней не находились? Поэтому выразить это механическое движение только можно двумя противоположными формально-логическими утверждениями. Предмет находится в этой точке, или автомобиль, или велосипед, или человек, и не находится одновременно. И только вот этим противоречивым утверждением, то есть двумя утверждениями, можно выразить движение. И никаким другим способом движение выразить нельзя. Далее, развитие любое. Как мы понимаем развитие? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Движение изменения. Если вы хотите выразить изменения, любое, значит, вы должны говорить, что то, что изменяется, скажем, человек, растения, животные, то, что изменяется, оно остается тем же самым, но становится в то же время и другим. Причем постоянно оно и то же самое, и другое, и то же самое. Если оно только постоянное, то оно не изменяется. И даже если оно перестало жить, то труп этого животного будет разлагаться. Поэтому там тоже не будет того постоянства. Он, с одной стороны, есть, а с другой стороны, разлагается. И там, где проходили похороны в могилах, на кладбищах, в могилах, там лежат уже не трупы, а лежат уже кости и так далее. То есть, там идет движение. А кости тоже, смотря сколько они лежат. Дальше они могут тоже в известной степени разрушаться и так далее. То есть, нет такого, чтобы было изменение и чтобы было одно равенство с собой. Это вот люди придумали с точки зрения формальной логики односторонний такой взгляд, сами себе внушили, что оно вот неизменное. Как оно может быть неизменным, когда на самом деле все изменяется? Все не равно самому себе. А то, что равно самому себе, в то же время и не равно самому себе. Поэтому вообще шага нельзя сделать для точного изображения действительности без диалектики. А вот может ли он там предсказать? Вот говорит, что вот, да, хорошо, он может объяснить задним числом, но будущее предсказать ничего не может. Как раз именно с помощью диалектики Маркс, Энгельс и Ленин предсказали коммунизм. Маркс сначала и Энгельс предсказали, что будет коммунизм, а Ленин на основе изучения диалектики развития империализма показал, что вот прежняя точка зрения, что вот возникнет одновременно в большинстве или в группе развитых стран одновременно произойдет социалистическая революция или коммунистическая революция. И это утверждение, оно оказалось уже неверным. Не вообще неверным, а оно было верным для эпохи, в которой жили и Маркс и Энгельс, но в эпоху империализма, когда вот эта неравномерность, которая связана с товарным производством, стала захватывать крупнейшие монополии, а потом целые страны, привела к тому, что невозможно сразу во всех странах, чтобы возникла революционная ситуация. Она возникает сначала в одной отдельно взятой стране. И сначала и это доказал Ленин, а потом уже пошла в партия большевистская на революцию. Сначала она поняла, что такое советы, а потом стала содействовать установлению советской власти. То есть, она как раз делала так. Сначала думала, а потом делала. Сначала вот здесь, у нас в Санкт-Петербурге, прошел шестой съезд в Петрограде в 1917 году, в августе, на котором Сталин выступил с речью о вооруженном восстании. А потом было вооруженное восстание. Все время предугадывали, и все время планировали, и реализовывали. А вот сейчас как раз ничего не планируют, не реализовывают, и еще нашлись защитники вот этого хвостизма, когда мы задним числом начинаем оправдывать то, что мы натворили. Или не мы натворили, другие натворили, а мы будем оправдывать. Так что вот люди, которые выступают сегодня против диалектики, они на сегодняшний день реакционируют. Это не ругательство и не оскорбление, а просто это факт. То есть, если человек выступает за низшее против высшего, за что-то хорошее и полезное, но против еще более хорошего, еще более полезного, причем такого, которое включало бы в себя и предыдущие, как вот диалектик, она включает же в себя формальную логику. Но тот, к сожалению, реакционер, и тот, так сказать, движется вспять. Регресс он защищает. А думает, что он что-то такое великое говорит, смелое и так далее. Это не так. Идем дальше. Идем дальше. Вот такой вопрос. Кузмакин спрашивает. Почему диаматчиков не устраивает общепринятый подход к изменениям? Есть временная ось, по ней идет движение. Потому, что это как бы представление, которое исключает противоречия. А противоречия в жизни есть. Мы можем делать вид, что его нет, но нельзя это постоянно делать. И нельзя оставаться в плену таких представлений, что движение нечто непротиворечивое. Оно противоречивое. Что думает Михаил Васильевич? Пишет Войни-Гласник, 1907.ру, про учение о гегемонии Антонио Громши. Нужно ли его изучение? Полезно ли оно? Кстати, прочел недавно империализм как высшая стадия капитализма Ленина. Как будто о сегодняшнем дне книга. Параллели потрясают. Очень просто читается, легко понимается. Ну, конечно, империализм как высшая стадия капитализма. И теория Ленина о диктатуре Батриата гораздо выше, чем учение о гегемонии Антонио Громши. Ну, это человек, так сказать, рангом ниже. Поэтому, если кто-то хочет, уже изучил Ленина и хочет почитать менее важные и менее глубокие книги, могут читать Антонио Громши. Вот в данном случае автор совместил и то, и другое, поэтому, как говорится, можно только его приветствовать, что он и это посмотрел, и это посмотрел, и сразу понял, что такое действительно великие книги, они как будто сегодня написаны. Так, Ариф Асадов. Возник вопрос, не посоветует ли Михаил Васильевич толковую книгу по философии, как дисциплине, с которой можно начать ее изучение? Посоветую. Откройте книгу «Материализм и империокритицизм» Ленина, написанную в 1908 году. Это 18-й том, полное собрание сочинений. Он там разбирает сначала, что такое материализм, что такое идеализм, что такое основной вопрос философии, на какие партии делятся философы. И после того, как он это разбирает, дальше он такие экзотические начинает рассматривать теории, вроде целепсизма, смысл которого в том, что вот вы думаете, что вы есть? Нет. А есть только я. Потому что ко мне через ощущение в мозг попадает вся информация о действительности, все знания о действительности. Поэтому я могу считать, что никого больше кроме меня нет, никаких людей нет, никаких ни зрителей, ни слушателей нет, а вы как бы все во сне у меня. И я вот как во сне вас всех вижу, если у меня сон кончился, и у вас больше и нет. И опровергнуть логически это невозможно, формально логически, потому что начнете опровергать, а он вам скажет, вас нет, это вы просто мои ощущения, а вы меня можете опровергнуть. Поэтому вот такое учение с целепсизм, оно показывает, до чего можно довести философию, если ее оторвать от практики. Поэтому вот практика, как раз все люди, практики и ученые все стихи настоят на материалистической точке зрения. И дальше Ленин показывает, чем отличаются разные путаники, которые смешивают вместе материализм, идеализм, и делают такую кашу, и разные виды этих каш называются империоманизм, империосимволизм, империокритицизм, почти империокретинизм и так далее. Это очень полезно и очень интересно. Но диалектику там вы в этой книге не изучите. По этому поводу надо послушаться авторитетного человека, Генгельса, который говорил, что есть единственный компендий диалектики, наука логики Гегеля. Что значит компендий? Ну, то есть, вот вы говорите учебник, единственный компендий в переводе с латинского означает кратчайший путь, прямая дорога. Вот, уважаемый Ариф, вы хотите пойти к прямой дороге или по болотам ходить, по чащам, по бурьяну заплутать. Если не хотите заплутать, берите науку логики, изучайте. Лучше больше посидеть над умной книгой, чем прочитать 20 или 30 глупых книг или пустых. Так, Джеймс Кнопкин. Юрьевич, ты знаком с творчеством Зиновьева, выдающимся русским логиком и социологом. Спросил Михаила Васильевича об его отношении к этому философу и есть ли различия в науке логики Гегеля и советской школе логики. Ну, что мы знаем про Зиновьева? Что Зиновьев был антисоветчиком, таким ярым. Потом он, значит, свой антисоветизм превратил в действие, то есть взял и уехал из Советского Союза, раз, так сказать, в другие страны, где вот другой строй, который он, так сказать, восхвалял, а советский строй он отрицал и всячески очернел. Потом он вернулся в Советский Союз и стал восхвалять коммунизм. Наиболее яркое восхваление коммунизма вы найдете у Зиновьева. Но книга у него называется, да, тем не менее, не поражение, вот, скажем, коммунизма в России или в Советском Союзе, а гибель коммунизма, так сказать, очень хороший строй, очень правильный, только больше ему никогда не вернуться. Поэтому вот люди, которые мечутся туда-сюда, они не годятся на роли учителей, и не надо их брать все в учителя, а читать, ну, все можно читать, точно так же, как все можно есть, вот, почти все, то, что не ядовито, вот, в том числе и пальмы и масла, но толку от этого мало. Поэтому надо брать вот гениальные произведения, их изучать. Так, есть ли различия в науке логики Гегеля и в советской школе логики? Ну, что значит советская школа логики? Логика формальная, да, конечно, различие, потому формальная логика, она разработана Аристотелем, и советская школа логики стоит на Аристотеле. А если речь идет о науке логики Гегеля, это диалектика. Мы знаем, что в отношении диалектики все сделано для того, чтобы было издано произведение Гегеля, и собрание сочинений Гегеля издано. Пожалуйста, изучайте. Но мы прекрасно с вами знаем, что вот вплоть до сегодняшнего времени широкого изучения науки логики не было, а сейчас оно идет. Судя по тому, сколько человек посмотрело введение в науку логики, больше двухсот тысяч, совершенно ясно, что это больше не является уделом некоторых кабинетных ученых, которые, так сказать, будут сами для себя противополагать одно другому, рассглядывать противоречия и быть такими людьми, которых никто не понимает. А есть люди, которые тоже читали науку логики Гегеля, читают и разбираются, хотят понять. Поэтому это перестает быть уделом каких-то жрецов. Вот наша советская школа в том и состоит, что вообще знания, они для народа, они не для избранных только. Так, Чезандра. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, никогда ни о чем подобном не задумывалось, это вообще взрыв мозга. А вопрос такой же, как у вас, где и как это применяется в жизни? Хотелось бы более примитивного и более общего объяснения понятия о диалектике и логике. Вот беда в том, что почему-то хотят то, что не является примитивным, использовать как некое примитивное. Вот сразу скажу, что микроскоп, если он тяжелый, если хороший микроскоп, достаточно тяжелый, мы можем забивать гвозди. Но не стоит его использовать в микроскоп, лучше возьмите молоток. Поэтому, если человек настроен на то, что давайте мы что-нибудь примитивное возьмем и на примитивном уровне. Ну, вот Энгельс, например, прямо говорил, что диалектика не нужна в четырех стенах своей комнаты. Не нужна она. Обойдетесь вы без диалектики. Но если вы хотите что-то понять крупное, историческое, общественное движение, борьбу классов, борьбу государств, войну. Вот, скажем, я спрошу, что такое война. И почти никто не знает, что это такое, а война это оборуженная борьба классов, наций или государств. Классы, если классов, это гражданская война, если нации, национальные войны, если государства, обычные войны. Ну, надо это знать. Для этого надо знать, держаться понятия и знать определение. Ну, это... Ну, как вы... Иначе как борьбу противоположности будете рассматривать войну. Ну, скажите, пожалуйста, как можно это... Ну, вот сейчас идет борьба с ИГИЛ. Ну, это борьба противоположности или нет? Они уничтожают величайшее культурное завоевание в Пальмире. А люди, которые с ними борются, в том числе и сохраняют и завоевание эти, и сохраняют и тот народ, который есть в Сирии. И сохраняют вообще, охраняют население Земли от этой страшной заразы, которая завелась на Ближнем Востоке. Как можно изучать борьбу противоположностей без науки о борьбе противоположностей? Это, конечно, не примитивно то, что я сказал, а наоборот, это относится к крупным событиям. А у нас получается так, что ошибки делаются самым крупным. Или вот выступает некоторый деятель, говорит, мы назад не пойдем. Как же вы не пойдете, если вы только и пятитесь назад? Уже кругом империализм, монополистический капитализм. А у нас вот государственный сектор почти 70%, и он не устроен как единая монополия, ни плана нет. Ну, в каждой монополии есть план. Ни заказов, так сказать, нет в соответствии с этим планом. Программа развития России нет. Ну, как может Россия быстро развиваться, если она блуждает в темноте? Вместо того, чтобы дать задание Академии наук, чтобы она разработала такую программу, и после этого ее реализовывать. Вот, так сказать, отдельные какие-то частные программы финансируются и сводятся к тому, чтобы из этих программ деньги как-нибудь утащить и положить себе в карман. Потому что они не увязаны в некое единое целое и так далее. И потому что мы не берем во внимание то, что если вы деньги выделили, значит, будут люди, которые постараются их украсть у государства. Александр Иванов, хотелось бы рассмотреть главный вопрос философии Хайдеггера. Почему есть сущие, а не наоборот ничто? Давайте рассмотрим. Во-первых, Хайдеггер не знает, что такое сущие. Я думаю, что, Александр Иванов, вы, наверное, тоже не знаете. Можно я вам скажу? Сущие – это бытие, которое непосредственно. Вот посмотрите, вот это вот сущие, потому что оно непосредственно под моим взором. Сейчас я его вот туда положу, вниз. Оно уже несущее. Оно всё равно бытие есть. Оно бытие, но несущее. Сущие – это вот то, что такое бытие, которое непосредственно. Отсюда и такое выражение, как хлеб насущный. Не тот хлеб, который в магазине есть, и не тот хлеб, который вот мы ещё соберём, потом будем из него делать муку и превратим в настоящий потом хлеб. А хлеб насущный, который сейчас вот нужно есть сегодня в обед или в ужин. Это раз. Почему есть сущие? Почему есть сущие? Ну, это глупый вопрос, который задаёт Хайдеггер. Потому что сущие – это и есть то, что есть. Потому что это бытие, а не наоборот ничто. Ну, потому что бытие – это не ничто. Вот и весь ответ. То есть, вот есть люди, как тараканы такие, так сказать, философы. И Хайдеггер тот же самый, который выхватывает какие-то категории у Гегеля. Это вот там обилие всяких категорий. И это действительно богатейший, так сказать, философ, который по существу создал систему философии, которая под итог подводит развитие философии за два тысячелетия. И вместо того, чтобы пойти вперёд, как Маркс, Энгель, сам Ленин, люди пытаются, значит, зонглировать этим понятием, потому что они их употребляют в суе, то есть, не понимая, что это означает. Поэтому никакого там развития нет. Болтовня. Александр Плотников. Добрый день. Спасибо за выпуск разведопроса. Вопрос к гостю. Какие он посоветует оптимальные учебники для вузов по философии и логике? А вы какие-нибудь знаете учебники, которые написали гениальные люди? Я таких не знаю. Вот как-то вы ставите вопрос, что вот вы будете именно учебники читать. Ну, кто вам мешает участь в вузе и читать не учебники, а гениальную литературу? Например, я могу поделиться своим опытом, поскольку я по образованию математик, предметом у меня не было изучения, скажем, политэкономии, но политэкономия у нас была. Я на занятиях по политэкономии стал читать капитал. То есть, идёт семинар, я читаю капитал, первый том. Подходит преподавательница и говорит, а что это вы читаете такое? Я говорю, капитал Маркса. Она с уважением отошла. Я его дальше читаю. Во время лекции я читал капитал. Короче говоря, я только в ходе учебных занятий, не отвлекаясь ни на одну минуту, прочитал два тома капитала на матмехе в вузе. А мог бы я читать учебники? А учебники вы прочитали, и будет в голове пустота. Потому что кто написал учебник? Кто вспоминает эти учебники? Есть хорошие учебники? Нет хороших учебников. Есть гениальный капитал, написанный Марксом. Есть какой-то учебник, который неизвестно, кто написал, и толку от него нет вообще никакого. О чём разговор? А вы говорите, оптимальный. Сейчас под оптимальным, знаете, что понимаете? То, что деньги срезать, чтобы сделать поменьше образование и похуже медицину. Вот это называется оптимизировать. А нас учили, что оптимум – это целевая функция. Что в качестве цели? Улучшение или ухудшение? А тут цель одна – урезать, 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 урезать деньги. А почему урезать? А потому что производство не растёт. А почему производство не растёт? Потому что нет никакого плана развития производства. Нет никакой программы развития экономики России. Никакого нет. И вот много чиновников, очень важных есть и премьер, и президент, и много министров. Ну, по сравнению с советским временем, министров экономики очень немного, только два. Экономического развития, который ни за что не отвечает. И промышленности и торговли, которые за всю экономику отвечают. И один должен как бы отдуваться за всех. И тоже плана нет. И он один и не может его составить. Так. Александр Светлов. Михаил Васильевич, меня интересует вопрос. Если производительные силы Советского Союза порождали социалистические производственные отношения, а производительные силы США гораздо более развитые порождали и воспроизводят до сих пор капиталистические производственные отношения, то не опровергает ли это тезис диалектического материализма о порождении определенным уровнем производительных сил соответствующих производственных отношений? Уровень не порождает. Уровень никогда не порождает производственные отношения, порождает борьба классов. Вот новые производственные отношения складываются в ходе классовой борьбы. А вот материальные предпосылки для этой материальной основы действительно порождают развитие производительных сил. Производительные силы сейчас таковы, что они требуют общественного характера производства. Этот общественный характер производства есть и в России, и в Китае, и во Вьетнаме, и в Англии, и во Франции, потому что никто не может сказать, что это мой продукт. Возьмите любую вещь, и за ней будет стоять несколько стран и многочисленное количество рабочих, огромное количество рабочих, разные предприятия и так далее. То есть, производство общественное присваивает кучка людей, 8 человек присваивает половина богатства мира. Вот что сейчас происходит. И это противоречие разрешается только классовой борьбой. Производительные силы сами по себе его не разрешают, или можно по-другому поставить вопрос. Поскольку производительные силы включают в себя, а, рабочих, и, б, средства производства, то средства производства не могут разрешить. А вот рабочие могут, если они создадут свою партию, если они будут сознательно вести свою классовую борьбу на экономическом уровне, на политическом уровне, и доведут ее до социалистической революции, до коммунистической революции, то и будет переход к другим производственным отношениям. Самопроизвольным образом это не получается. Так просто мир не устроен. Ютуб. Не понимаю смысла этих рассуждений. Как можно применить на практике? Может, просто работать и давать людям колбасу, чем бессмысленные рассуждения? Я думаю, вы уже, наверное, знаете, что в колбасе все меньше и меньше мяса. Может, лучше мясо есть, чем эти бессмысленные есть колбасу? Так, Певдев. А можно попросить Михаила Васильевича рассказать, откуда взялся кризис мировой? И как из него можно выйти? Куда он приведет, если не выйти? Можно попросить и можно рассказать. Во-первых, кризис не мировой. Этот кризис захватывает только часть мира, в которой и остается капитализм. Он совершенно не захватывает те страны, в которых уже совершена социалистическая революция. Поэтому забудьте про мировой кризис. Нет его. Это кричат. Просто не хотят замечать другой части мира. Потому, что видно, что в нынешних условиях видно, что там нет кризиса, а у нас есть. В Америке есть, в Англии есть, во Франции есть, в Германии есть, во всех этих развитых так называемых капиталистических странах кризис есть. Теперь, когда из него можно будет выйти? Ну, почитайте «Капитал». Там говорится, что каждый кризис приходит более-менее регулярно в соответствии с циклом замены техники. Вот сначала кризис, то есть падение, потом некоторое время идет оживление, потом после оживления стагнация, опять установка, а потом опять кризис. То есть, кризис носит циклический характер. Из кризисов не только можно выйти, а из них регулярно выходит и в них заходит. И в этом особенность капитализма. Но, скажем, кейнсианская теория, которая сейчас применяется на практике при империализме, монополитическом капитализме, внесла целый ряд рекомендаций. Вот, скажем, Джон Мейнер Кейнс, английский экономист Лорд, признал, что капитализм чреват кризисами. И он предложил меры по смягчению кризисов. Это, в частности, инфляция, регулирование ставки процента. Наша вот все время упирается и держит ее во что бы то ни стало. Как будто получили задание от враждебных нам государств во что бы то ни стало угробить нашу экономику. Этим занимается мадам Набиулина. Вот они в очередной раз собрались и решили, меньше чем под 10% не будем давать коммерческим банкам. То есть, ключевая ставка. А коммерческие ставки поклялись, что меньше чем под 6-7% они не будут давать. Они еще подкидывают. А если с 17% нужно иметь норму прибыли, такой нет нормы прибыли в современной нашей экономике. Нормы прибыли может быть 3, 4, 5, 6. А вы даете кредит 17%. Поэтому кредит недоступен. Поэтому производство искусственно тормозится с центробанком и публикой, которая вокруг крутится. И в том числе из высшей школы экономики, которая представляет свой центр иностранного влияния в России. Вот картина. А в это же время собирается руководство резервной системы США федеральной. И говорит, что ключевая ставка у нас в Соединенных Штатах Америки должна быть от 0,05% до 0,75%. Вот под какую ставку. А вот товарищ тут мне помог и говорит, а вот в Швейцарии отрицательный процент. То есть, швейцарское государство стимулирует развитие производства. Вы возьмете определенную сумму в кредит. Отдадите меньше. Отрицательный. Меньше отдадите. Для чего это делается? Будет производство развиваться. Швейцарское государство будет получать все больше и больше от налогов. Вот и все. А не от того, что она будет драть с вас, как растопщики берут процентчики, за то, что вы взяли что-то взаймы. Так. Икс Клордас. Но если мы полезли в какие-нибудь словари, мучаясь вопросом. Михаил Иванович, не слишком высокое мнение о словарях. Почему? Объясняю. Словарь как построен? По принципу алфавита. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. А наука как построена? По принципу связи, понятий между собой. Если вы выбираете отдельные понятия по алфавиту, значит, все у вас разрезано на кусочки. То есть, вы как бы изучаете человека по принципу, ну, вот как раньше разрезали коров. И в некоторых еще магазинах, по старой памяти, есть вот разруб тела, там, тонкий край, толстый край, филей, так далее, такая кость, такая кость, такая кость. Можно так изучать, но это будет на уровне трупа изучения. Поэтому трупное изучение – это вот с помощью словарей. И словари как раз обрывают все связи между понятиями. Они берут отдельные понятия, изолированные сами по себе. Изолированные, взятые они сами по себе, они уже не то. Вырвите свое сердце, так сказать, и, ну, Данка еще им светил, так сказать. Ну, это художественный образ. А вы можете вырвать из сердца сердце свое? Я думаю, вы не светить будете, а, так сказать, все, на этом закончится ваша хорошая жизнь. И плохая тоже. И мучиться не надо будет. Так. МММ, МММ. Говорят, что не понимаю пренебрежения определениями сам язык определения мыслей. А кто это говорит, пренебрежения определения? Мы даже определение определения разбирали. Но определение – это качество, которое в себе, в простом нечто и сущностно, находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием. Вот пренебрежение определениями у тех, которые даже и не знают этого определения. То есть, они не понимают, что это такое качество, которое в изменении сохраняется и проявляет себя вовне, и тем самым оно действительным определением и является. А если просто какое-то отрицание, это просто определенность. Говорят, что научиться японскому или китайскому можно только научившись думать, как наши роскостые товарищи. Это, я думаю, правильно, потому что любому языку, чтобы научиться, надо блестяще. Но надо попытаться и думать на этом языке. А мы говорим сейчас не о японском и не китайском языке, и не русском, и не на английском, а говорим о человеческом языке. Вы, кроме различий, которые существуют между японским, китайским, русским, итальянским и так далее, вы должны видеть здесь что-то общее, что делает и что позволяет переводить. Если это одни и те же слова, только по-разному выраженные, тогда можно перевести с японского на русский, с русского на китайский, с китайского на английский и так далее. Кстати, в какое место в диалекте занимает софистика? Софистика называется рассуждение из недоказанной предпосылки. Никакого не занимает, потому что из недоказанных предпосылок не делается ничего в диалектике. Вопрос. Почему начались науки логики? Вот Кирилл Никулин пишет. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за интересного гостя, а самое главное за трудную и важную тему наук логики. Не первое произведение Гегеля. Первым крупным произведением является феноменология духа. Маркс писал о ней, как о книге, в которой еще видны строительные леса, имея в виду, что в этом произведении Гегель впервые формулирует зачатки, созданные им диалектического метода рассуждения. Вопрос. Почему начались науки логики? Планируется ли разбор феноменологии духа? Не планируется. И начались науки логики только потому, что в феноменологии духа именно начатки, а система науки там нет логики. И поэтому начинать с нее не нужно, а прочитать ее можно. И вы прочтите ее, ничего не поймете. И я хочу вам сказать, и я прочитал раньше, чем науку логики. Тоже вот так, как вы думали, что надо начать с логики духа. Ну, начал, прочитал, ничего не понял. Второй раз прочитал, кое-что понял. Из этого произведения вы поймете, что есть три формы постижения мира. Первое – это постижение мира религиозное. Ну, как бы наша земная жизнь, она представляется в виде жизни на небесах. Небесной семьи. Вторая форма постижения мира – это в образах, это искусство. Неважно, какие слова они нужны для того, чтобы слушать музыкальное произведение. Какая разница его, написал английский композитор, немецкий композитор, японский композитор, китайский композитор, русский композитор. Я слушать музыку могу, мне для этого понятия не нужны. Это постижение в образах. А художественные образы, музыкальные могут быть, они могут быть живописные образы, если вы берете живопись, рисование и так далее. Это могут быть литературные образы. Главное тогда, не слова в этой книге, а как писатель обрисовал, подготовил и создал определенное настроение, описывая картины природы и так далее. Вот надо различать первую форму постижения религиозного, вторую форму постижения в образах и постижения в понятиях высшая форма. Вот дошел до этого феминология духа Гегель, что высшая форма постижения мира в понятиях. И этим вот занялся не феминология духа, а в науке логики. Поэтому он нам подарил систему уже знаний, систему диалектики. А мы будем копаться и остановимся на том, из чего, так сказать, прошел Гегель, построил эту систему. А мы вместо того, чтобы эту систему воспринять, пойдем назад. Вот есть люди, которые подменяют изучение теории изучением истории и философии. И обычно они не доходят до современного этапа. Потому что они застрянут где-нибудь на уровне Платона или Аристотеля, и на этом закончится все их изучение. В том-то и дело, что Гегель подытожил все, что было сделано в философии до него, и создал систему знаний. Поэтому, если вы изучаете эту систему, тут тоже есть вся история философии, только она в логическом виде представлена. Это колоссальное сокращение. Нам, как говорится, сделали уже все для того, чтобы мы могли за короткое время изучить то, что сделал мировой дух. А мы опять пойдем назад. Нет, назад мы не пойдем. Василий Команчиков пишет. Верно ли я понял, что диалектика, если рассматривать на примере кинематики, изучает не сам объект, а функции его координат от времени, построены логически. То есть, в конкретный момент времени объект равен самому себе. Нет, неправильно вы понимаете. Не функции она изучает, она изучает движение само по себе, как движение. А изменение состоит в том, чтобы быть равным самому себе и быть неравным самому себе. Есть в себе бытие, есть бытие для иного. А развитие состоит в движении низшего к высшему и от простого к сложному. И развитие идет через борьбу противоположностей, а не через функцию точки и так далее. Это образ некоторый, это отражение в математике действительного движения. Но если отражение математическое полезное, почему его не использовать? Но это вовсе не значит, что вы выразили тут все движение. Вот не вполне вы его выразили таким образом. Все-таки кажется, что не бытие переходит в ничто, а из бытия следует ничто. Ну, правильно вы пишете, это вам кажется, это кажемость. А мы занимаемся не кажемостями, а истину добываемо. Вы рассматриваете бытие умственным взором. Вот если вы его рассматриваете, бытие, и кроме того, что оно бытие, ничего не можете сказать, то вот обратите внимание, что я уже сказал слово ничто употребил. Значит, бытие перешло в ничто. Не следует, а оно именно, вот если вы его пытаетесь удержать в голове, разглядывать долго это бытие, вам нечего, вы приходите к мысли о том, что нечего там разглядывать. Почему нечего? А потому что в нем ничего нет, кроме того, что оно есть. И тогда вы приходите, и не то лично вы, и не я, а любой человек. То есть, мышление, оно обязательно приводит, человеческое приводит к понятию ничто. А если вы ничто берете для рассматривания, раз вы берете это ничто, значит, оно есть. А раз оно есть, значит, оно бытие. То есть, ничто переходит в бытие. То есть, все время, вот у меня такое впечатление, что есть люди, которые хотят переписать Гегеля. Кто-то такие у нас гегели, которые хотят сейчас вот написать лучше. Вот меня засыпали такими письмами по электронной почте. А вот давайте картинки сделаем, давайте вот там стрелочки поставим, а давайте цвета какие-то раскрасим. Ну, пишите, делайте другую книгу. Но Гегель-то, он, между прочим, автор. Не надо его переделывать. И, между прочим, не слабый автор. И, между прочим, люди, которые начинают изучать науку и логики, хотят быть не учениками у Гегеля, как Маркс говорит. Маркс говорит, мое отношение к Гегелю очень просто. Я его ученик, он мой учитель. Нет, хотят быть учителями Гегеля. Я думаю, нет никаких оснований становиться в позу учителях Гегеля. Я вот, например, не взял бы на себя эту миссию. Но если кто хочет, приятно видеть тех людей, которые выше Гегеля. А с точки зрения математики, а не лингвистики, это также хорошо звучит. Математика основана на логике, логинов, пасвордов. Что хорошо звучит? Звучит, может быть, и хорошо. Мы же не звуками занимаемся, а постижением истины. Математика основана на логике. Не просто на логике, на формальной логике она основана. А мы изучаем диалектическую, в которой есть снятие формальной логики. То есть, использование ее для того, чтобы проводить рассуждения с одной стороны противоречия и с другой стороны. А потом приходить к противоречию новому и так далее. Если логика привязана к языку, будет ли логика отличаться на китайском, русском, немецком языках? Винер Септа спрашивает. Она не привязана к никакому конкретному языку. Она привязана к языку человеческому. Надо обобщить вообще все языки и понять, что язык – это отражение в общественном сознании действительного мира. Если мир един и единственен, то и отражение его единое и единственное. А то, что вы это на разных языках, разными звуками излагаете или озвучиваете, от этого мир не становится двойным, тройным или четверным. Нет японского мира и нет китайского мира. И нет русского только мира отдельного. А это взгляд на мир с использованием того или иного языка. И не более того. Какая практическая ценность в изучении диалекции для широких масс? Практическая ценность в том, чтобы жизнь улучшить. Вы видите, что все сыпется. Массы думают, что что-то как-то все устроится без классовой борьбы, без борьбы противоположностей. И сейчас вот кто-то что-то выступит, или вот мы пойдем на выборы, или проголосуем, или найдем депутатов. А все хуже и хуже и хуже. Ну, сколько можно наблюдать за тем, что жизнь не ухудшается, не улучшается, а ухудшается? И когда во главе рабочего класса и трудящихся масс стояли диалектики, такие как Ленин, шла борьба за улучшение жизни, и при этом действительно улучшение жизни наступало. И мы знаем, что колоссальный взлет России связан с советским периодом. И наоборот, как только наступил опять этот самый капитализм, все стало хуже и хуже и хуже. Хотя производительные силы, они всегда развиваются. Поэтому при любом строе производительные силы развиваются, но плоды развития производительных сил достаются не широким трудящимся массам, а узкому кругу паразитов. Так. Это у нас сейчас свободное общество. Все свободны от средств производства и от богатств. А некоторые не свободны. Им очень плохо. У них... Они отягощены островами, яхтами и так далее. Вопросы, Михаил Васильевич. Сейнт Фишер. Диалектика базируется на идеализме. С чего это вы взяли? Такое утверждение. Диалектика не базируется на идеализме. Просто она выработана в лоне диалектической философии гегелевской. А базируется она не на идеализме. А базируется она на правильном отражении действительных противоречий. И поэтому надо было понять, что несмотря на эту идеалистическую форму, а не базу, а не основу, она на самом деле отражает действительные противоречия действительной жизни. Что и сделали Маркс и Энгельс. Александр Стадников. Класс. Прям чувствую, как шестеренки в моей голове скрипят и приводят в движение процесс мысли. А может, критику чистого разума как-нибудь на меня обсудите? Ну, вот она обсуждена в примечаниях в науке логики Гегеля. Там берутся те категории, вокруг которых было очень много шума. Например, такая категория, как вещь в себе. И что? Гегель, это была мода. Это считалось величайшим достижением Канта. А Гегель говорит, ну и что такое вещь в себе? Значит, это то, про что ничего нельзя узнать, ничего нельзя познать. То это пустая, неживая абстракция. Химера. И после вот этих высказываний Гегеля, эта мода отошла. И все поняли, что ничего там такого глубокого в этой вещи в себе. Кроме того, что неверие в возможности человеческого познания, что люди не могут познать действительный мир. Ничего там нету. И выбросить надо эту категорию на свалку истории философскую. А вот понимать надо, углубляться все больше и больше в познание мира можно бесконечно. Есть такое учение, или там такой термин, агностицизм. То есть, непознавание. Поэтому вот эта вещь в себе, это учение по существу о том, что мир непознаваем. Гегель был ярым противником, он говорит, что мир познаваем. Для него это было легче, потому что у него мир как бы был воплощением идеи, и поэтому идея могла познать идею. Для материалистов это сложнее. Идея может познать материю, если она является отражением этой материи в мозгу человека. Аллах Христос. Хорошо, товарищ себя поставил. Он на все случаи жизни уже нашел место. Здравствуйте. Вопрос. Диалекте останавливаются на категории небытие. Переходя в замкнутый цикл. Или есть последующие категории чистое небытие? Кто это сказал, что диалектика останавливается на категории небытие? Вообще диалектика никогда не останавливается. Я не очень понимаю, как она может остановиться на категории небытие. Небытие появляется после того, когда вы рассматриваете в наличном бытии ничто. Наличное бытие есть результат снятия, остановления. Обстановление есть ничто. Значит, вот то самое ничто, которое есть в наличном бытии, называется небытие. И не останавливаясь на этом, Гегель берёт это небытие и говорит, небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму. Бытие называется определённостью наличного бытия. И пошёл разбирать определённость. Дальше качество, потом реальность отрицания, потом определённость нечто, потом это определение и характер, потом это граница. И вот он дальше, дальше, дальше идёт. Откуда вы взяли, что тут какой-то переходит в замкнутый цикл? Это, наверное, вы переходите в замкнутый цикл, останавливаетесь на этом, и дальше не пошли. Я охотно верю. То есть, человек дочитал до этого места, дальше непонятно, в замкнутый цикл переходит, читает, снова доходит, никак не перешагнёт. Никак не перешагнёт через эту самую категорию. А не надо через неё перешагивать, надо её взять так, как она у Гегеля и рассматривается. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определённостью наличного бытия. И изучайте на здоровье теперь определённость. Определённость взятая, изолированная сама по себе, есть качество. Потом будете качество разбирать, реальность, отрицание, и пошли-пошли-пошли вперёд. Так, Ростислав Паровян. Мне подарили именной ноутбук. Поздравляю. На протяжении пользования я менял в нём запчасти все, включая корпус, матрицу, мосты и так далее. По истечении N времени я поменял все запчасти. Вопрос, является ли этот ноутбук именным? Если нет, в какой момент он перестал быть таковым? Как бы вы ни меняли свои запчасти, память о том, что вам его подарили, всегда останется. Поэтому она в снятом виде всё равно есть. Вы можете все её части поменять, и у вас ноутбук не будет вообще даже работать. И всё равно он у вас именной. Тут я решил взять все запчасти, которые были изначальные, собрал их вместе. Вопрос, у меня теперь два именных ноутбука. У вас теперь не два именных ноутбука, а вот эти два ноутбука теперь являются развитием того, этого первоименного ноутбука, который вам был дан. И вы же сами говорите, да тут же они появились, эти два. Поэтому вот эти два ноутбука вместе взятые, взятые как целые, они выражают и отражают тот самый именной ноутбук. Это память. Если вы 10 ноутбуков сделали, вот 10 ноутбуков были бы памятью о том, который вам подарили. Антон Спирин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Не затруднит ли вашего гостя объяснить разницу между словами «нечто» ударение на первый слог и «ничто» ударение на второй слог? Вот как-то странно объяснять разницу, потому что это категории разного уровня сложности. Вот мы идём по дороге от простого к сложному. Самая категория «ничто» на каком шаге появляется? На втором. Первый шаг – «чистое бытие», и вот «чистое бытие» переходит в «чистое ничто». Ничто уже появилось. Так? А дальше? А дальше пойдёт возникновение, дальше пойдёт движение и исчезновение, бытие, ничто, ничто в бытии – это становление. А в становлении есть возникновение и прихождение. Потом стремление бытия превратиться в ничто, а ничто в бытие приведёт к тому, что становление снимает само себя, и вот это снятое становление есть не что иное, как наличное бытие. Потом в наличном бытии мы нашли определённость, потом мы разглядывали эту определённость, добрались до определённого нечто, и вот определённое наличное бытие, наличное сущее и есть нечто. Поэтому нечто гораздо богаче этой первой категории ничто, и если ничто – это категория отрицательная, то нечто – это положительное. Вот если вы бы не и что расписали бы отдельно, то это было бы отрицательное высказывать «не что», а у вас нечто. Нечто – это, говорит, ну, картина – это нечто, это что-то хорошее, да, но это же нечто. То есть, нечто – это ещё один вид бытия. Сколько мы видов бытия уже знаем? Чистое бытие, простое бытие, наличное бытие и определённое наличное бытие, вот и всё. А ничто – это противоположно этому, причём ничто есть в любом этом. В любом бытии уже, начиная с наличного бытия, есть становление, а значит и ничто. Это всё равно, чтобы вы требовали узнать разницу между человеком и его желудком. Ну, если желудок в человеке, так как же вы? Не наоборот, не человек же в желудке, а желудок в человеке. Ничто – в нечто есть, а в ничто – нечто нет. Так. Фаза Астекович. Михаил Васильевич, вопрос по лекции об истине. Относительность понятия истины налицо. Неправильно. Это не относительность, почему это понятие истины? Ни налицо. Какое налицо? Ну, правда, вы вопрос ставите. Во-первых, есть понятие истины. Истина – и соответствие понятия объекту. Раз это соответствие понятия объекту, здесь есть и абсолютность, то есть можно всё более и более глубоко познавать объект. Правильно? Это раз. Во-вторых, как бы вы глубоко не познавали, ещё есть что познавать. Поэтому есть тут и момент относительности. То есть два момента. Есть момент абсолютной истины в познании и момент относительной истины. И вы их не должны разъединять. И не ставить вопрос «или-или», «ни-или-или», «и-и-и». Вот и всё. Абсолютная истина недостижима. И если вы ещё и возьмёте другое понимание истины, более глубокое, что истины не только соответствие понятия объекту, а соответствие объекта, идеи, которая берётся в основу преобразования жизни, природы, общества и так далее. Когда человек, исходя из понятия, которое он усовершенствовал, изменяет жизнь, преобразует её. Здесь уже соответствие объекта понятию. И вот абсолютная истина, она в этом смысле двусторонняя. Она есть и отражение действительности, и преобразование её. И тогда это не просто абсолютная истина, а это абсолютная идея. Это третий том науки и логики, самое завершение. Посмотрите, там всё понятно написано. Более понятно, чем в первом томе. Что абсолютная идея – это единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея – это идея отражения мира, а практическая идея – идея его преобразования. Идея блага или идея добра. Объект постоянно меняется. Значит, для соответствия объекту, понять о нём тоже в постоянном движении. Да, объект постоянно меняется, и наука постоянно развивается, и всё время приближается к этому объекту. Поэтому, ну, такая вот жизнь, что действительно надо же отражать живую жизнь, а не мёртвую. Для изображения живой жизни существует соответствующее учение, диалектическое учение. Вот так. Так, идём дальше. Четыре и четыре ундр. Михаил Васильевич, Карл Поппер внёс большой вклад в разработку принципов научного познания и стал основоположником критического реализма. Ну, если вы считаете, что он внёс очень большой вклад, то это, как говорится, никто не мешает вам так считать. Какой он внёс вклад? До него всё это разработали. И принципы не нужны научного познания, нужно научное познание. Отдельные принципы – это отдельные положения. Вот всякое сведение единой картины мира к отдельным принципам – это некий идеализм такой. И этот первый принцип, второй принцип, третий принцип, четвёртый принцип. Может быть, это и нехорошо для сдачи экзамена. Вот везде при сдаче кандидатского умения встаёт Поппер. Ну, сейчас пихает везде этих самых буржуазных философов, которые не дотягивают до Гегеля. Поэтому нам приходится заниматься изучением науки и логики не в порядке учебном. Ну, в порядке учебном тоже преподается. Ну, никто от вас не будет требовать ни в одном вузе, чтобы вы изучали науку и логики. И вообще, я от вас тоже не требую. Хотите – изучайте, хотите – не изучайте. Хотите быть человеком развитым и во всех отношениях успешным, который развил свой мозг, а что ещё более, может быть, ценным для человека, чем развить свой мозг и быть успешным в своих действиях, более тонким, более гибким и более настроенным на победу, на борьбу, а не на вечное нытьё и проигрыши. Ну, что тут плохого? Ну, это никто вам не будет преподавать, это вы должны сами этим заниматься. Вот я так понимаю, что люди, которые сюда пишут, которые задают эти вопросы, они сами изучают. Они понимают, что они учатся. Вся – это себя. Человек учится. Или невозможно научить, тем более взрослых. Взрослых мы будем учить. Я буду вас учить. Это вы учитесь, я вам помогаю. Считайте, что я костыль. Некоторым не нравится костыль. Я говорю, ваш костыль мне не помог. Ну, что делать? Может быть, он не помог. Но не костыли ходят. Ходят люди сами. Святой Мякиш. Если ум не сопротивляется глупости, это не ум. Если у ума отсутствует внешнее проявление, это не ум. Абсолютно правильно. Молодец. Святой. Я присоединяюсь. Вот есть же даже какой-то афоризм такой выработан интереснее. Цвицерон. Три трактата о братарском искусстве. Эту книгу рекомендую, Михаилович. Да, подтверждаю. Очень рекомендую. Я думаю, что вы будете очень довольны. И меня вспомните, если вы прочтете книгу. И вспомните добрым словом. Потому, что вы получите истинное удовольствие и пользу. Колоссально извлечете. Берия. Ну, значит, жив он. Стало быть, когда из стакана в меня вода вливается, он перестает быть стаканом. Проверяем. Нет. Когда из стакана вода вливается в меня, я именно его использую как стакан. Именно тогда он действительный стакан, когда он используется для того, чтобы можно было из него пить. А если его использовали для того, чтобы туда воду налить и не пить, ну, это сосуд для хранения воды. Разве стакан – это сосуды для хранения воды? А если долго будет стоять вода в стакане? Ну, высохнет. Ну, все же понимаете. Ну, пройдет. Ну, неделю пройдет. Я думаю, быстрее высохнет. Не будет от этой воды. Испарится вся. Спасибо за видео. А теперь вопросы по теме. Вячеслав Евгеньевич говорит. Откуда берется категория целая? Категорию целая вы можете найти во втором доме науки логики «Учение о сущности». Категория целая, она парная. Она не существует без других категорий. Целая и части. Потому что вы не можете говорить о частях, не имея в виду целая. И не можете говорить о целом, если вы не имеете в виду части. Поэтому нельзя брать отдельно целая или отдельно части. Это всегда надо брать в единстве. Целая и части. Но что говорил по этому поводу Энгельс? Он говорил, что части лишь у трупа. Почему? Потому что эти части, взятые по отдельности, действительно только у трупа. Когда вы в анатомическом театре видите это рассечение. А в действительной жизни они все соединены. И не найдете вы, где кончается одна часть и начинается другая в целом. Например, где рука начинается? Ну, вроде бы как люди думают, что она начинается вот отсюда. Да? А рука живая у вас или это уже отсохло? Если отсохло, то отсюда. А если живая, то она, между прочим, с кровью. А кровь начинается вот отсюда. И сердце. А у вас пальцы-то двигаются на руке, нет? Если двигаются, значит сигнал у вас от сердца идет или вот отсюда? Отсюда. Значит, рука вот здесь начинается. Если хотят сделать протезы хорошие, что делают? Чтобы сигналы из мозга проходили в этот протез, и тогда вот эти искусственные пальцы начинают двигаться. Поэтому рука не начинается в плече. Поэтому попытка все поделить на куски и на части, она гиблая. То есть, если вы же говорите о частях, вы должны понимать, что это части одного органического целого. И только так можно понимать. Ни в коем случае не раздельно. Мурат Маков. Где бы мне способности художника прикупить? Не знаю. Я сам не художник. Второй вопрос. И тут же рядом. Если закон стоимости, это про капитализм, то какой фундаментальный закон для социализма или коммунизма? Фундаментальный закон, то есть, вы имеете в виду основной закон. Основной закон коммунизма – закон потребительной стоимости. Закон потребительной стоимости означает, что богатство общества, главное богатство общества – это свободное время, как время для свободного развития. Поэтому надо смотреть не сколько труда затрачено, а сколько труда сэкономлено благодаря изготовлению того или иного продукта. Вот если мы произвели автомобиль новый, более современный, который сэкономил при использовании этого автомобиля значительную сумму человеческого труда, вот по этой экономии, за вычетом затрат на автомобиль, по этой разнице вы определяете чистую экономию. Вот это будет применение закона потребительной стоимости. Или, скажем, если речь идёт о предметах потребления, то вы должны мерить здесь потребительную стоимость этих предметов, потому в динамике. Какую экономию даст переход из одних предметов потребления к другим? То есть, вот вы снизили цену на предметы потребления, и это снижение цен частично идёт, так сказать, в увеличение дохода тех, кто покупает покупателей, а частично в увеличении дохода тех, кто производит. Не на всю величину снизили. Снижение затрат, снижается цена. И тогда этот как бы разделяется. Вот та экономия времени, которая получилась у потребителей, является мерилом того, что произошло при появлении этого нового продукта. Вот эта экономия времени тоже может превратиться в свободное время. А свободное время – это время для свободного развития. А свободное развитие – это цель коммунизма. И в высшей фазе, и в низшей фазе – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Есть у нас такая книга «От закона стоимости к закону потребительной стоимости». На сайте Фонда Рабочей Академии. Можете почитать. И на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии висит и статья моя на эту тему «От закона стоимости к закону потребительной стоимости». Пожалуйста, читайте. Николай Ярославский. Вопрос. А что такое народ? Народ, согласно Ленину, это рабочие и крестьяне. То есть, те люди, которые непосредственно производят материальные блага. Соответственно, при феодолизме ходили народ. Кто ходил народ? Те, кто не народ. То есть, дворяне или, скажем, разночинцы, интеллигенты ходили в народ. И сейчас, если мы хотим говорить, строго говоря, о народе в России, крестьян уже нету. Народом можно считать только кого? Непосредственные производители. Это, с одной стороны, рабочие, и с другой стороны, мелкие буржуа, которые непосредственно производят материальные блага. Непосредственно. А те, кто организовывает производство капиталистическое, конечно, они в народ не входят. И те, кто прислуживает капиталистам и паразитам всякого рода, они тоже не входят в народ. Так, Вольтер Абоносов. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, расспросите Михаила Васильевича, что он думает о критике диалектики? И, в частности, о критике Карла Поппера диалектики. Ну, Карл Поппер не освоил диалектику, поэтому, чтобы себя как-то оправдать, он пытается критиковать ее. Ну, это критика реакционная. Так, есть. Аркадий Гайдар. Раз можно задать вопрос, тогда спрошу следующее. А может, стакан – это имя собственное, название предмета? Это не имя собственное. Ну, есть имя собственное, это относится к людям или к объектам, которые получают не просто понятие, а название. Понятие само собой, а название само собой. Именной стакан. На стаканы обычно портреты не делают, но вы можете на этом стакане сделать гравировку. Аркадий Гайдар. И тогда вот там будет стоять имя собственное. Виталий Востомельский. И МВППов, и Кайжуков дают ясно понять, что без образования и логического подхода ко всему невозможно не утонуть под потоки разнообразной информации. Вопрос. Как выстроить систему самообразования? Есть готовые схемы? Почему схемы вы хотите взять, а не системы? Вот схема – это что-то схематичное такое, набросок такой. А хотите свое образование, то есть свою жизнь построить все в какой-то схеме, чтобы жизнь была схематичной. А вот система, конечно, обучение есть. Ядро этой системы очень простое. Изучайте только гениальное. Если вы будете изучать только гениальные книги, вам жизни все равно не хватит. Поэтому зачем же читать просто хорошие книги? Или те, которые вам кто угодно со всех сторон подсовывают? Гейдомера, Попера, еще кого-то. Бадиву, допустим. Зачем? Значит, есть вот науколойки Гегеля. Она вам подытоживает и превращает в систему и дает систему знаний по философии. Раз. Карл Марс Капитал дает вам действительную картину экономики. Никакого другого произведения экономического, которое давало бы систему экономических знаний, нету в природе и в обществе. И, наконец, а что по научному коммунизму читать? Ну, Ленина читайте подряд. Лучше прочитать пять томов подряд, чем семь в разнобой. Почему? Не надо прерывать логические связи между экономикой, политикой, идеологией, классовой борьбой и так далее. Вот если вы хотите увидеть сплетение всех этих понятий и соединений, и борьбу противоположностей, и противоречий, читайте Ленина подряд. Ну, и вы прочтете там через какое-то время. Ну, через пять лет, через семь, ну, через восемь. У нас люди по пять лет сидели на исторических факультетах, на философских, на экономических, и не смогли Ленина прочитать. Они же освобождены были от производительного труда. Ну, они еще занимались физкультурой, языком. Ну, если вы занимаетесь вот тем, что относится к шфере идей, ну, так вы возьмите гениальные идеи, их-то освоите. Нет, они не успевают. Не знаю, я прочитал давно уже полный собрание сочинений Ленина, 55 томов. И Маркса прочитал, и Энгельса. Ну, что такого тут страшного в этом? Ну, для этого не надо терять время. Надо меньше, как говорят, балдеть. Сейчас же это хорошим тоном, скажем, давайте побалдеем. Ну, что, будешь балдеть, будешь балдой. И сколько существует всякой развлекухи. Чем занимается, или чем занимает людей телевидение? Вот, миш, или, скажем, уже в это включился кинематограф, во главе с Бондарчуком. Давайте, говорит, сейчас борьбу с инопланетянами поведем. Да вы со своей головой сначала поведите борьбу. Потом будете борьбу вести с инопланетянами, выдуманными. Калтручо. Логику Гегеля, писал Ленин, нельзя применять в данном ее виде, нельзя брать ее как данные. Хотел бы я услышать от Попова, что он об этом думает. Откуда вы такое взяли у Ленина, писал Ленин? Если вы такое берете заявление под свою ответственность, приводите том и страницу. Что, значит, нельзя применять? Только в этом виде ими можно применять. Потому что логика Гегеля существует в том виде, в какой Гегель ее создал. Ни в каком другом виде логики Гегеля не существует. А вот диалектическая логика существует. Это материалистически истолкованная диалектика Гегеля. Но если я истолковываю материалистическую, я не должен переставлять. Если я хочу вас изобразить, картину, то я не должен, как незнайка, вам сюда приделывать какие-нибудь рога, или вместо рук ставить ноги. Или придумывать, что наш незнайка был голодный и проглотил утюг холодный. Почему это нельзя применять в данном виде? Только в данном виде ее можно применять. Как вы относитесь вообще к авторству? Вот человек создал великое произведение. Аристотеля надо читать в том виде, в каком Аристотель это написал. Ну, давайте, значит, я вот вам сейчас отвечаю на вопросы, а сейчас придет второй человек и будет говорить, давайте я вам в другом виде отвечу на эти вопросы. Это будет считаться, что мы применили то, что собирался автор это делать. Ну, какая-то ерунда. Это несерьезно. Надо бросить эти глупости. Все время... Это вот Ленин называл так, не надо ходить вокруг науки логики, как кот вокруг горячей каши, потому что кот боится туда сунуть нос, потому что он боится обжечься. Не обожгетесь вы, если вы будете изучать, не обожгетесь. Не беспокойтесь, идеалистом вы не будете, проехали уже идеализм. Это некоторые философы от того, что они никак не могут найти себя в философии, поэтому они всякие глупости выдумывают. Ну, неужели вы сомневаетесь, что вы останетесь материалистом, если вы будете читать «Идеалисты» Гегеля? Дело в том, что в философии нельзя сказать, что материалисты только двигали философию. И идеалисты двигали, и материалисты, и философская позиция не означает, что это глупая позиция. Это позиция, которая как момент вошла в развитие философии. Алекс Дрон. Моя скромная... Я вот последнее зачитаю вот это произведение, и на этом завершу сегодняшнюю нашу часть. Моя скромная попытка объяснить разницу между формальной логикой Аристотеля и идеалектической Гегеля. Представим такую ситуацию, объявлен сбор пожертвований. Один человек жертвует пять тысяч, а другой десять тысяч. Вооружившись формальной логикой, при сравнении этих двух жертвователей можно сделать вполне логичный в кавычках вывод, что второй жертвователь более щедрый, чем первый, на том простом основании, что он пожертвовал больше, чем первый. На этом познание в кавычках в формальной логике заканчивается, и мы фиксируем сделанный вывод. В диалектической логике нам строго запрещено ограничиться только тем, что известно. Что, что известно, еще не есть, поэтому познанное. Необходимо вместе с тем изучить вопрос истории, в кавычках, если можно так сказать, того, что известно. И покопавшись в истории вопроса, нам, например, удается выяснить, что зарплата первого составляет двадцать тысяч, а второго сто пятьдесят тысяч. Таким образом, получается, что первый жертвует четверть своего месячного дохода, а второй лишь одну пятнадцатую. Тогда выходит, что первый более щедрый, чем второй. То есть, мы получаем вывод, противоположный, сделанному с помощью формальной логики. Есть ли в моих рассуждениях фатальные изъяны, сводящие на нет сделанные выводы? Спасибо. Нет фатальных изъянов. В принципе, это правильный поток. Глубже надо идти. То есть, что такое диалектическая логика по сравнению с формальной? Это более глубокая логика, включающая в себя, то есть, снимающая формальную логику. Она не просто её отрицает. Она и есть её снятие. То есть, отрицание с удержанием. Всё содержание формальной логики входит в диалектическую, и без формальной логики никакой диалектической логики быть не может. Но не ограничивается этим. И снимает одну предпосылку, что не может быть противоречий. Допускается, что А может быть и равно, и не равно саму себе. А именно это и обдумывается, и предполагается, и изучается, и исследуется. Спасибо за внимание. Я думаю, что у нас будет возможность и в третью часть сделать ответы на вопросы. Успехов вам в изучении науки и логики. Чем больше людей изучают науки и логики, тем будет лучше двигаться наша общественная жизнь в целом. И будет улучшаться. Не всех накормишь, но вот диалектикой можно вполне накормить. Продолжение следует...